Доброе утро, мои хорошие! Только что проснулась, решила для вас начать снимать влог. На улице у нас дождик, слякоть, пасмурная погода. Погода настолько пасмурная, что пришлось включить искусственное освещение. Сейчас будем делать макияж. Но прежде чем начать делать макияж, хочу вам показать покупки, которые я сделала за последнее время. Правда, это всё я вам показывала уже на азербайджанском канале. Но я хочу, чтобы контента было одинаковое количество на обеих каналах. Поэтому, если вы видите уже во второй раз одно и то же, то я заранее извиняюсь. А если нет, давайте рассматривать подробно. В общем, я очень давно хотела себе вот такую палетку от Huda Beauty. Называется она Gold. Это оригинал. И вы знаете, я просто в восторге от этой красоты. Здесь настолько крутые оттенки, настолько классная пигментация. Малейшее просто касание достаточно, чтобы получить невероятно крутой пигмент. Сейчас настолько много качественных бюджетных палеток, что в принципе подобные палетки можно найти и в более бюджетном сегменте. Но это сочетание цветов, эти шиммерные оттенки, это просто нечто. На улице прям льёт как из ведра. Такая, знаете, атмосферная погода. Не знаю, вам слышно или нет этот шум. Вот такая пигментация крутая. И самое главное, оттенки, которые я просто обожаю. Видела похожую палетку от Ingrid у своей подружки Нормины. Я её прям искала во всех магазинах. И наконец-то мой молодой человек её нашёл, купил и вот скоро должен мне передать. Добро пожаловать в мою коллекцию. Обратно сюда. И ещё я взяла себе вот такую палетку от Makeup Revolution из лимитированной серии от Disney. Мне кажется, дизайн просто завораживает. И я лично взяла чисто из-за дизайна настолько красивая упаковочка, что я её даже не выбросила, как вы видите. Дизайн видео таких очёчков, честно, очень мне понравилось. И эта палетка стоит в два раза дешевле, чем Huda, но нравится она мне не меньше. Смотрите, какое сочетание цветов. А это чёрный с невероятно крутыми блёстками. И стоит она в два раза дешевле, чем Huda. Я заказывала на TrendVeol. Если вы живёте в Азербайджане, я вам оставлю ссылочку. Вы тоже можете себе заказать. Так, давайте просвочим пару оттенков. Вот этот зелёный невероятно крутой. Посмотрите, одно касание. И какой пигмент получается. У меня есть, знаете, такая привычка дурацкая, от которой я никак не могу избавиться. Когда у меня появляется новая косметика, я почему-то ею не пользуюсь. Оставляю её на запас. Как-то мне жалко её пользоваться. И пользуюсь тем, что у меня есть. Какой в этом смысл, я сама понять не могу. И как только у меня появляется на замену новой палетке какая-то ещё одна, вот только тогда я начинаю пользоваться той, что купила ранее. Вот такая крутая пигментация. Вообще тени от Makeup Revolution реально достойны уважения. Цена в районе 22, может чуть-чуть побольше. Ну и давайте, пожалуй, приступим к макияжу. Вот такие у меня ящики. Сейчас будем выбирать средства, которыми мы будем сегодня делать мейкап. Хочу уже через день выпускать контент на канале Айка Эмили. А для этого нужно его, понятное дело, снимать. Поэтому сегодня я хочу снять два видео. Один из них будет влог, а второй мукпанг. Знаете, так паратоксально. Каждый раз обещаю себе, что буду составлять график видео. Всё, вроде как какое-то время у меня это получается, но потом опять всё по-старой. Всё возвращается на своё место. И опять у меня в голове каша. На этом канале контента нет, на тобой его слишком много и так далее. Итак, что я буду наносить в качестве тональной у меня, значит, NYX. Мне он нравится, я его уже заканчиваю, поэтому каждый день использую именно его. База под макияж от Maybelline Baby Skin. Это просто то средство, которое я хочу добить в ближайшее время. Помада у меня вот такая от Vivienne Sabo. Очень красивый оттенок такой. Вообще вся линейка крутая, все оттенки классные. У меня 0,5. Я его случайно купила. Недавно купила себе скульптор, который является прям историей. В своём подростковом периоде я просто мечтала о нём. И, наконец-то, он у меня есть. Хотя сейчас он не на хайпе, но, несмотря на это, продукт действительно очень-очень достойный. Румяшки от Catrice, которые я хочу уже закончить. Они прям, знаете, бесконечные. И макияж сегодня я буду делать этой палеткой. Я поставила тоже перед собой цель её закончить до конца года. Но, понятное дело, уже я вижу по результатам, что закончить её, скорее всего, не получится. Этот оттенок я нечаянно сломала, но потом его переспрессовала. Но вообще оттенки очень даже носибельные. Макияжи получаются крутые. С каждым днём мне хочется улучшать свой контент. И именно поэтому я хочу себе купить беспроводной микрофон. И, казалось бы, микрофон, я думала, что он будет стоить около 50 долларов. Но, на самом деле, тот, который хочу я, стоит 300 долларов. В идее я могу снимать и так. Я вот сижу и думаю, стоит ли в это вкладывать деньги. Чисто случайно смотрела другого блогера. И она разбирала свой шкаф. И по одной показывала каждую вещь. И на ней был как раз-таки этот микрофон. И было очень удобно. Потому что камера находилась далеко от неё. И её слышно было просто идеально. Ну, а вообще, техника мне всегда служит очень долго. Не знаю, что за феномен. Но всегда мне везёт с техникой. Либо я с ней очень аккуратно обращаюсь. Камера, на которую я снимаю мукбанги, я это уже делаю на протяжении 5 лет. В одно время даже я снимала несколько мукбангов за день. Иногда даже 2 или 3. Сейчас, естественно, я это делаю куда реже. Но всё равно столько лет она мне служит. И никогда не подводит. И вот такой результат у меня получилось. Я сделала вот 2 хвостика. Бегу снимать для вас мукбанг. Каждый раз макияж у меня занимает минимум 30 минут. А иногда даже час. Сижу вырисовываю. Параллельно, естественно, смотрю ещё дом 2. Дом 2 это ещё те серии, когда я ещё даже не начинала смотреть этот проект. На мой взгляд, получилось безумно просто аппетитно. Это такое что-то вроде завтрака, так скажем. Сделала такие рулеты. Пока я делала рулеты, мама отварила яйца. Сделала вот такую закуску. Здесь у нас бутерброды, правда, их не видно. И один такой пончик. И сейчас будем это всё хомячить. Приятного аппетита мне. А это видео, скорее всего, вы увидите послезавтра. Сняла уже мукбанг. Я хочу вам поближе показать букетик, который мне подарили на день всех влюблённых. Мой молодой человек. Посмотрите, как красиво. Особенно мне нравятся эти пёрышки. И они, кстати, вынимаются. Когда букетик завянет, эти пёрышки я выну и положу куда-то. Мне кажется, очень эстетично и красиво смотрится. Здесь у нас разные цветочки, пеновидные розы. Аромат реально от этого букета просто стоит по всей квартире. Очень круто пахнет и нежно, утончённо смотрится. Естественно, мой любимый розовый цвет. Ну и, естественно, не обошлось без подарочка. Половина подарка ещё едет. Я заказала косметоз от Colourpop. Уже вам говорила в мукбанге про это. Как только придёт, обязательно вам всё покажу. Это 16,5. Здесь 2,5 грамма. 585 проба. Лимонное золото, как я люблю. Сейчас померю и вам покажу. Некоторые в комментариях пишут, зачем говорить то, что ты хочешь. Пусть сам что-то подарит. На мой взгляд, что хочешь, обязательно говорить надо. В противном случае человек потратит деньги, а вы всё равно останетесь недовольны. В общем, такой колечкой носить эти два кольца и я буду, пожалуй, вместе. Честно, мне настолько понравилось. Мне настолько по душе. Плюс ещё оно никуда не цепляется. Можно спокойно носить на повседневной основе. Камушек нет. Следовательно, ничего выпасть не может. То есть, безумно практичные изделия. А я, как вы знаете, подобное очень люблю. Не люблю украшения снимать. Готова с ними ходить месяцами и потом раз в месяц менять. То же самое касательно и цепочек, и серёжек, и всего остального. У меня сейчас на камере, к сожалению, очень мало зарядки, поэтому у меня есть вот столько посылочек, которые я должна сегодня открыть. Наверное, всё открыть не смогу, потому что я параллельно ещё снимаю контент. Поэтому вас я пока что ставлю на зарядку, потому что на камере зарядки нет, а я на телефон начну снимать контент с распаковками. Ну что, мои хорошие, как я выгляжу? Сделала масочку, смыла макияж, открыла просто одну из посылок. Здесь 10 масок для лица тканевых на каждый день использования с разными экстрактами. Я их заказала с Trendyol. Ссылочку для вас оставлю. Кто тоже хочет, обязательно заказывайте, кто живёт в Азербайджане. А я столько всего сделала, пока вы были на зарядке, вы просто не представляете. Наверное, я всё-таки старею, потому что в последнее время очень много уходовых штучек покупаю. Так круто лицо увлажнилось вообще, я их космос. Хочу активно начать ухаживать за волосами, делать масочки, уходы. У кого есть опыт в этой области, кто что пробовал, обязательно пишите в комментариях, от каких процедур вы получали эффект. Я вообще немного подстриглась, совсем чуток хочу начать хорошенько ухаживать за волосами. Я сегодня сделала вот эту масочку, а здесь вот разные, с разными экстрактами, с разными витаминами, но я думаю, что плюс-минус это всё будет одно и то же. Получается очень выгодно, на самом деле, брать сетом. И у вас всегда дома есть тканевые масочки, можно даже на подарок или дополнение к подарку. Тоже классно. Подружкам можно раздать. В общем, классная находка. Я увидела, девочки с Вайлпери заказывают подобные маски, потом решила поискать, есть ли они на тренд Йол и нашла. И как нашла, сразу заказала. Но мне почему-то кажется, что их не 10, а как-то маловато, хотя было заявлено, что 10. Нет, их 10 штук. Ещё бы найти место, куда бы в туалетный столик засунуть эти маски, потому что, как вы видите, этого туалетного столика, как оказалось, мне маловато. Ещё с учётом, как часто я покупаю новую косметику и сколько всего я заказала, 100% ничего не поместится. Надо покупать дополнительный какой-то ящик Алекс от Икея. Давайте попробуем вот так сунуть, что ли. Нет, к сожалению, так они торчат. Надо что-то другое придумывать. Хотя у меня есть комод, я могу уходовые штучки кинуть в комод. А, я же совсем забыла. У меня здесь есть ящик. Я, правда, сюда цветочки положила, чтобы красиво смотрелось и чтобы радовали меня. Но вообще здесь у меня есть полочка с товарами, которые у меня лежат в запасе. Поэтому я думаю, что эти масочки тоже можно отправить пока что сюда. Парочку под рукой, если будет, будет достаточно. Возвращаюсь к вам уже на следующий день. Сейчас будем пить чай с шоколадкой, потому что дома просто дубак и выпрямлять волосы. А всё знаете почему? Во-первых, наша квартира угловая и это большой минус. Раньше я не обращала на это внимания, я сейчас понимаю, что это действительно огромный минус. И во-вторых, самый главный минус нашей квартиры и почему у нас здесь такой дубак, это потому, что соседей снизу нет. Мы уже больше 10 лет, как переехали на эту квартиру, но сосед снизу даже не начинал ремонт. То есть у него там чисто кирпичи. Если рассуждать чисто логически, за эти 10 лет он мог бы столько денег заработать со сдачи своей квартиры. Я элементарно свою квартиру в течение буквально нескольких часов сразу сдаю. То есть одни выезжают сегодня и сегодня же я нахожу других людей. То есть настолько высокий спрос. Просто как я поняла, у него навалом денег и он как бы не считает эти деньги за деньги. Просто купила и оставила, чтобы было. Захочу, продам. Семечки. У нас в квартире система комби и вообще в 90% новостроек в Баку так. То есть нету центрального отопления. Но сейчас я хочу поговорить абсолютно не об этом. Сейчас я потихоньку буду собираться. Хочу выпрямить волосы и мы с братиком идем да-да-да-дам смотреть квартиру и вас я возьму, пожалуй, с собой. Я вам говорила, что у меня есть такая мечта купить еще одну квартиру, чтобы она уже была двушка, может даже трешка. Уже квартира своей мечты. 11 или 14 этаж. Какой-то красивый вид, панорамные окна. И наконец-то я нашла этот вариант. И сейчас постройка на стадии котлована. Но компания, которая занимается строительством, очень известная. Строила много жилищных комплексов люкс-сегмента, поэтому им довериться все-таки стоит. Я уже позвонила, уточнила, плюс-минус подобрала то, что я хочу. Сейчас мы поедем уже на место и я конкретно узнаю, где именно строится этот комплекс. Точнее, я знаю, но просто одно дело знать так, а другое дело увидеть все это дело на деле. Честно, я очень сомневалась, стоит ли вам рассказывать про это. Говорят, говори гоп, пока не перепрыгнешь, так скажем. Но потом я вспомнила времена, когда я искала свою первую квартиру, я делилась с вами впечатлениями, делилась с вами вариантами, рассказывала на мукбанках ситуации с риэлторами, которые меня там обманывали или меня что-то не устраивало. Поэтому в данном случае тоже я решила взять вас с собой, посмотрим, как это все дело пройдет. Скажу сразу, налично купить такую дорогую квартиру, естественно, у меня денег нет. Ипотеку мне не одобрят, потому что у нас с этим делом все очень-очень сложно. У тебя должна быть государственная работа или официальный заработок, плюс он должен быть достаточно высокий. Хотя у меня тоже, кстати, официальный заработок и я с этого заработка плачу налоги. Но, несмотря на все эти аспекты, мне все равно не одобряют ипотеку. Поэтому придется купить квартиру у застройщика. Но, понятное дело, рассрочка вам не дастся на 10, 15, 20 лет. Вам просто сумму поделят получается на максимум 60 месяцев. А в некоторых жилищных комплексах сумма делится всего на 24 месяца или на 36. И, понятное дело, что ежемесячный платеж просто огромный. Я уже где-то полгода просто сижу и думаю над тем, потяну ли я это. Я человек очень-очень осторожный и всегда боюсь попасть в какую-то долговую яму и все дела. Поэтому этот шаг мне дается безумно сложно. Почему-то, когда я говорю про квадратуру, небольшая квартира, например, 80 квадрат и все-таки в комментариях в смысле небольшая, это огромная квартира. в моем понимании огромная квартира это 130 квадрат, 160. Но там ежемесячный платеж это просто неподъемная сумма. Первоначальный взнос здесь 20%, это сравнительно немного и оставшуюся сумму вам просто делят на 60 месяцев. Или же можно заплатить 50% сразу и поделить сумму на 36 месяцев. В таком случае квадратуру ты получаешь чуть-чуть дешевле. Часто мне в комментариях пишут, Алька, почему ты не сделаешь здесь ремонт? Почему ты не поменяешь здесь обои? У вас старый диван и так далее. Скажу вам честно, вкладывать деньги в эту квартиру я считаю нецелесообразным. Эту квартиру чисто надо сдать. Поэтому я медленно, но верно иду к своей мечте. Не знаю, как там все пройдет, что мне предложат. Вот сказать честно, есть варианты, которые мне конкретно по карману, но это квартиры 50 квадрат. Мне хочется побольше. Это 85, не знаю, 90. А тут, естественно, в два раза дороже и ежемесячный платеж, и первоначальный взнос тоже. Покупать просто то, что мне по карману, я уже смысла не вижу. Потому что в этой квартире я уже планирую жить сама. Так что сейчас мы едем туда. Если удастся что-то подснять, я обязательно сниму. Мы поедем сейчас на моей машине. Посмотрим, что будет. У меня в последнее время в гардеробе появилось столько новинок, что я даже не знаю, что надеть. И мой выбор пал на эту кофту. Она стоит всего 9 монат. И сейчас, кстати, на тренд-йолл скидки вы можете купить ее еще плюс с 20% скидкой по промокоду сюрприз20. На мой взгляд, просто находка. Материал стрейч, достаточно круто тянется. Но советую брать на размер меньше. Это XS. И вот, как вы видите, на мне она сидит не сильно облегающе. Насколько возможно, настолько я и пыталась все это дело вам подснять. Вообще, у них офис по продажам находится в центре города. Но мы подумали, лучше будет приехать сюда на месте и как раз увидеть, на каком этапе строительства. Тем более, офис продаж функционирует и здесь. Поэтому мы решили выбрать это место. Также здесь есть примеры, макеты уже готовых квартир. Вот так вот будет выглядеть подъезд. У всех, как я понимаю, будут одинаковые двери. Они очень большие, достаточно высокие и массивные. Все как мне нравится. У нас квартиры, естественно, будут без отделки, но потом, по желанию, можно сделать вот такой интерьер. В данном примере представлена однокомнатная квартира 60 квадрат. На мой взгляд, все выглядит очень даже уютненько. Мне очень понравился консультант по продажам. Он очень развернуто отвечал на все вопросы. Видно, что человек с опытом работы. И вы знаете, иногда вот, когда ты сотрудничаешь с риэлторами, у тебя такое ощущение, что ты на рынке. Вот здесь такого не было абсолютно. Видно, что представитель серьезной компании, которая не веники вяжет. В данном случае здесь спальня, на мой взгляд, очень-очень маленькая. Для меня это маловато. Когда я уже реально оказалась в 60 квадратах, я просто поняла, что это слишком мало для меня, и мне надо брать 80 и выше, желательно вообще даже 90. Посмотрите, как красиво все разместили в этой комнате. Мне очень понравился здесь дизайн. И вторая квартира, которая тоже служила чисто как пример. Здесь всего 50 квадрат, но почему-то мне она показалась более просторной. Здесь, как только вы заходите, кухня-студия и отдельная одна спальня. Вообще, я за то, чтобы кухня с залом были совмещены. Мне кажется, так и удобнее. Тем более, зачем огромный отдельный зал, кто собирает столько гостей вместе в одном помещении. Лучше уж пойти в ресторане какой-то праздник отметить. Короче, проекты у них очень крутые. Как раз то, что мне нравится. Покупателей тоже было много. Люди даже ждали там. С братом посовещались и поняли, что все-таки 50-60 квадрат это маловато. Нужно брать проект, в котором 82 квадрата. Мне так нравятся эти интерьеры. Я бы сделала точно так же. И плюс еще сразу я уточнила насчет парковки, потому что это мое больное место, куда деть машину. Есть подземная парковка, состоящая из двух этажей. Это, естественно, огромный плюс, который мне подходит. Ну что, берем или смотрим дальше? Пишите ваше мнение в комментариях. Так, я уже дома. Решила вам рассказать, чем закончилось мое небольшое путешествие. Место расположения на самом деле неплохое, но это не прям центр города. Это недалеко от нас. Я рассматривала два варианта. Либо 14-й этаж, либо 11-й. И все-таки остановилась на 11-м, потому что здание само 14-й этажей и последний этаж я не хочу. Также, оказывается, цена отличается в зависимости от этажа. Низкие этажи стоят дешевле, чуть дороже. Поднимается цена на 50 монат. Она поднимается, поднимается, поднимается. Но я готова переплатить, но я хочу жить выше. И так не только в этом МТК, но и в других то же самое. То есть, высокие этажи, они дороже, чем низкие. Я уже выбрала проект, квартиру. Это почти 82 квадрата, двухкомнатная квартира с панорамными окнами, как я и хотела. А почему я решила покупать именно у застройщика? Потому что я могу выбрать этажность, проект, куда будет смотреть окно и так далее. Ну и, естественно, могу поделить сумму на 60 месяцев и потихоньку платить за свою квартиру, пока она строится. Потому что плюс-минус жить, где у меня есть, плюс у меня еще есть другая квартира, которую я сдаю. А эту просто можно купить и оставить. Но здесь есть такой вопрос. Ежемесячный платеж, который составляет достаточно объемная сумма, скажу вам сразу. Я не уверена, что я смогу за нее платить. У меня есть перспективы развития азербайджанского канала, у меня есть другие каналы. Я всегда боюсь рисковать, мне очень важно моя подушка безопасности и так далее. Просто иногда, знаете, я думаю, а вдруг я себе не смогу платить за эту квартиру, я могу продать машину и заплатить какую-то часть, например, ближайший, например, год. Так что выход в принципе есть, но пока что, наверное, морально я не созрела до этого этапа в своей жизни. Но как только я сделаю этот шаг, обязательно поделюсь с вами. Еще такой момент, который достаточно меня удивил, можно сказать. Вроде как, только котлован, здание только начало строиться. Но тот проект, который нравится мне, в первом и втором здании уже все проданы. Точнее, есть варианты низкие этажи, есть вариант последний этаж, и есть вариант те квартиры, которые смотрят во двор. Я не хочу, чтобы моя квартира смотрела во двор, я хочу какую-то обзорность. Конечно, меня уверяли, что смотреть во двор это большой плюс. При продаже многие хотят, чтобы ваша квартира смотрела во двор и так далее. Там вы видите ваших детей, лучше вообще взять низкий этаж, что прям махать своему ребенку, мама здесь. Но для меня это не плюс. И я готова даже переплатить, но смотреть куда-то вдаль. И в таком случае, к сожалению, надо брать в том здании, которое построится чуть-чуть попозже, нежели эти два. Они, конечно, говорят, что разница там будет полгода и так далее, но вот эти два здания уже первый этаж построили, а там еще ничего не начали. Поэтому я так понимаю, что это здание построят гораздо позже. Но, к сожалению, то, что я хочу, уже все продано, представляете, а потом люди говорят, что у людей денег нет. Но это ладно, мысли вслух. Вот, поэтому я думаю, пишите вы тоже в комментариях, стоит ли рисковать, стоит ли покупать квартиру, которая смотрит во двор. Моя однокомнатная квартира, которую я первую купила, она смотрит во двор и мне это очень-очень не нравится. Я постоянно выхожу на балкон, ну как постоянно, когда я бываю на этой квартире, я выхожу на балкон и я вижу своих соседей. Это меня немножко напрягает. Я вот представляю себе ситуацию, я хочу, например, пить чай у себя на балконе и тут мои все соседи. Цена никак не отличается. То есть и во двор стоит одинаково, и, не знаю, на гору стоит одинаково смотреть. Ну, условно говоря, да. Просто тут такой момент, что эти здания будут готовы через три года, а то здание будет готово минимум через три с половиной, а то и через четыре года. Не знаю, для меня балкон это место, где я могу подышать свежим воздухом, вечером попить чаечек, поболтать, не знаю, поставить там кругленький какой-то стол, два маленьких стульчика и кайфовать. Поэтому при таком раскладе я бы, скорее всего, взяла вариант, который смотрит в сторону, но который будет построен через четыре года, ничего страшного, я подожду. Пока я буду плазить за свою квартиру, она потихоньку будет строиться. На этом, пожалуй, все. Огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте ставить лайки и подписываться. А послезавтра вас ждет Мукбанг. Продолжение следует... Продолжение следует...